Приветствую вас в видеокурсе по созданию схем от CandyFrame. Меня зовут Марина Сорокина, я являюсь автором проекта. Данный обучающий курс построен на моих знаниях и умениях, которые я приобрела за время своей деятельности. Для обучения вам понадобится программа Cross-Teach Professional Platinum, так как она лучше других подходит для отрисовки схем вышивки крестиком с нуля по подложке. Чистка прогонов не будет рассмотрена в рамках курса, так же, как и работа с другими программами для создания схем. Я не расскажу вам абсолютно все, а только то, что понадобится нам для работы. Поэтому будут прилагаться ссылки на ресурсы, где вы сможете найти дополнительную информацию и расширить свои знания. Первый урок посвящен обзору программы Cross-Teach Professional Platinum. Мы разберем интерфейс программы и подробно рассмотрим рабочие инструменты. Приступим! Первое, что нужно сделать – запустить программу. Предлагаю быстро пройтись по интерфейсу. Сверху расположена панель меню. Каждая вкладка меню предлагает нам варианты действий с файлом, масштабом, областью, палитрой, конвой и так далее. С каждым пунктом меню подробно ознакомимся в дальнейших уроках. Здесь важно знать, что все основные функции из меню вынесены на панель инструментов, которая находится ниже. При наведении курсора на любую из кнопок можно понять, какую функцию они выполняют. Группа кнопок для работы с файлом. Создать новую схему. Открыть ранее созданную схему. Сохранить прогресс. Распечатать схему. Те же функции вы сможете найти в меню «Файл». Создать. Открыть. Сохранить. Печать. Как я уже сказала, эти действия вынесены на отдельную панель, потому что используются чаще остальных. И добираться до них через меню долго и неудобно. Вторая группа кнопок посвящена работе с областью. Первая панель содержит кнопки. Выделить прямоугольную область. Волшебная палочка. Она помогает выделить блок крестиков одного цвета. Выделить нестандартную область. Выделить строку или столбец. Выделить все. И отменить выделение. В данном случае не все кнопки повторяют пункты меню, но с их помощью можно активировать дополнительную панель для работы с выделенной областью. Кроме знакомых всем инструментов «Вырезать», «Копировать», «Вставить» имеются также функции автоматической обрисовки области бэкстичем, удаления выбранной области и замены цвета внутри выделения. Следующая панель инструментов относится к работе с мотивами. Мотивы – это небольшие шаблоны или заготовки из крестиков, которые можно добавить в схему. Пример использования мотивов будет рассмотрен далее. Данный курс обучения не предполагает работу с мотивами. Мы не будем на них долго останавливаться, но если вам хочется узнать больше, в описании к этому уроку есть ссылка на дополнительные материалы. Далее идут две пипетки. Одна для крестиков, другая для бэкстича. Чтобы наглядно показать, как она работает, я открыла одну из своих схем. Пипетка позволяет выбрать необходимый цвет. Как это работает? Например, вы хотите нарисовать какую-то деталь, используя цвет из другой части схемы. Жмете на пипетку, кликаете по нужному цвету и рисуете выбранным цветом. Если провести аналогию с реальной жизнью, представьте, что вы вбираете пипеткой краску из банки и выливаете ее на лист бумаги. Функция пипетка встретится вам в любом графическом редакторе и везде она работает по одинаковому принципу, который вы теперь знаете. Пипетка очень помогает в работе с многоцветными сюжетами, где присутствует большое количество оттенков одного цвета. Но это все вы прочувствуете, когда начнете рисовать. Обновить. Также крайне полезная функция, мы будем часто ей пользоваться. Например, при изменении количества нитей в стежках или отрисовки крестиков поверх бэкстича требуется обновить схему, чтобы изменения корректно отразились на рабочей области. Кнопки работы с масштабом приближают к вам и отдаляют от вас рабочую область. Функция зеркало будет полезна для отрисовки симметричных деталей. Выбираете строку или столбец, который будет служить зеркалом и рисуете. Идем дальше. Кнопка «Пользовательские стежки» скрывает и раскрывает панель с пользовательскими стежками. Это стежки, которые пользователь программы может придумать и создать самостоятельно для того, чтобы добавлять свою схему. Цвет отверстий канвы поможет настроить отображение канвы. Список вариантов раскроется при нажатии стрелки рядом с кнопкой. Кликайте на каждый вариант и выбирайте режим, который вам подходит. Следующий блок кнопок позволяет переключать режимы отображения стежков. Они могут быть в виде черно-белых символов, цветных блоков с символами, цветных блоков без символов и в виде крестиков. Больше режимов можно найти в меню стежки. Здесь схему можно представить в виде гобелена или вязания. Предлагаю вам поиграть с кнопками. Нажимайте и смотрите, что происходит со схемой. Метод тыка всегда полезен. Можно вынести для себя что-то интересное. Важными для нас являются функции скрыть бэкстичи и скрыть не бэкстичи. Запомните, где они находятся. Мы будем ими часто пользоваться. Далее. Группа кнопок для переключения между режимами отображения подложки. То есть, на какой основе будет представлена схема. Стежки могут быть отображены на аиде, на ткани равномерного переплетения, на сетке и без сетки. Дополнительные параметры и их настройки можно найти опять же в разделе канва. Здесь можно выбрать другой цвет канвы, примерить схему на пластиковую основу, гобелен или бисерную заготовку, а также подложить изображение в качестве фона. Предлагаю немного отдохнуть от теории и потренироваться в использовании ранее рассмотренных инструментов. Возьмите инструмент «Выделить нестандартную область» и нарисуйте произвольную фигуру. Зайдите в меню «Область», «Заливка», «Все стежки». Как видите, мы заполнили крестиками выделенную фигуру. Предлагаю изменить цвет крестиков у нашей фигуры. Для этого кликаем на кнопку «Замена цвета». Обратите внимание на появившееся сообщение на левой вертикальной панели инструментов. Оно говорит нам о том, что нужно выбрать цвет, который мы хотим заменить. Кликаем на крестики внутри выделенной области и видим новое сообщение. Здесь говорится о том, что нужно выбрать цвет, которым мы заменим выбранный ранее. В моем случае я кликнула на оранжевый. Затем отмените выделение. Сейчас наша фигура отображена на канве. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть на сетке. Каждый крестик расположен в своем квадрате. Именно в таком режиме проходит отрисовка схемы по подложке. Мы будто заполняем сетку пикселями разного цвета, получая рисунок. А как это выглядит на равномерке? Кликнем на режим счетная ткань. Что-то не то, правда? Дело в том, что при смене режима с аиды на равномерку каунт канвы не меняется. То есть, если по умолчанию у нас выбрана аида 14 каунта, то и равномерка будет 14 каунта. А вы знаете, что у равномерки, которую мы привыкли видеть, каунт варьируется от 27 до 36. Для того, чтобы равномерка выглядела как настоящая ткань, нам нужно обратиться в меню Canva, Каунт ткани. В открывшемся диалоговом окне мы можем изменить каунт ткани и выставить значение количества нитей в полном кресте и бэкстича. На основании этих цифр программа будет рассчитывать расход нитей. Но сейчас не об этом. Мы не будем увеличивать каунт до 28. Вместо этого поставим галочку на пункте Счетная ткань. Каунт получен удвоением стежков. И смотрим, что получилось. Теперь ткань действительно похожа на настоящую. Идем дальше по панели инструментов. Панель специальных стежков. Пригодится тем, кто планирует создавать шовчиковые дизайны. Панель инструментов издателя. С их помощью можно оставлять заметки на схеме, указывать на что-то, выводить ключ на экран схемы, рисовать линии и объекты. В общем, много разных функций, которым я пока не нашла применение. Возможно, с их помощью буду оставлять комментарии к вашим работам. Раскрываемая панель инструментов для хардангера. Хардангер – это техника счетной ажурной вышивки. Программа CrossTitch Pro позволяет сделать схемы даже для этого случая. Но нам она тоже не пригодится. И, наконец-то, переходим к крестикам. Есть несколько панелей с выбором различных стежков. Давайте пробовать. Начнем с простого. Полный крест. Выберите тип стежка «Полный крест». Поставьте крест в любом месте рабочей области, просто кликнув левой кнопкой мыши. Чтобы провести линию из крестиков, зажмите левую кнопку мыши и ведите в нужном направлении. Удалить ненужный стежок можно, кликнув по нему правой кнопкой мыши. А удерживая правую кнопку мыши и проводя по работе, можно удалить группу стежков. Такой принцип относится ко всем стежкам в этой программе. Просто запомните, нарисовать стежок левая кнопка мыши, стереть – правая. Три четверти креста. Если представить, что крест состоит из четырех частей, то легко понять, как выглядят три четверти креста. Если нарисовать три четверти креста два раза в одной клетке, получится полный крест. Этот стежок помогает смягчать углы в схеме и прорабатывать мелкие элементы. Я люблю этот стежок, активно использую в схемах и вышивать его на самом деле не сложно. Но во всем нужно знать меру и тремя четвертями лучше не злоупотреблять. Панель крестиков, которые я называю особенными. Стежки, расположенные на этой панели, позволяют рисовать петиты, вертикальные и горизонтальные крестики, а также крестики не в попад. В программе Cross Stitch Pro он называется заполняющий полный крест. Но я покажу, почему крестик не в попад – лучшее определение для данного вида стежка. Смотрите, вот обычный полный крест, а вот крест не в попад. Еще раз, обычный не в попад. Заметили разницу? Обычный удобно расположился в своем квадрате схемы, а крестик не в попад располагается, как ему вздумается, на границе двух клеток по вертикали, на границе двух клеток по горизонтали и даже на границе четырех клеток сразу. Вы, конечно, можете поставить его и внутрь клетки, как обычный полный крест, но сделать это удается не всегда с первого раза. Можете не попасть, отсюда и название не в попад. Попробуйте сами, скажите потом, как быстро у вас закончится терпение. Я встречала несколько вариантов определения аппетитов. Согласно одному из них, аппетит – это крестик, вышитый на одной четвертой клетке канвы. Или через одно переплетение равномерки. То есть, на месте обычного креста вышиваются четыре маленьких крестика. Именно в таком виде изображен аппетит в программе Cross Stitch Pro. Вышивать такие крестики сложно, из-за их малого размера и крайне тесного расположения. Поэтому мы с вами будем держать в уме, что аппетит – это полукрестик, расположенный на одной четвертой клетке канвы. Аппетиты будут полезны для уточнения мелких деталей, например, для прорисовки глаз и черт лица. Вертикальный крестик. Выглядит как обычный крест, но вытянут вертикально, так как расположен в половине клеточки. То есть, на месте обычного полного креста вышивается два вертикальных. Горизонтальный крест. Выглядит как обычный, но вытянут горизонтально. Так же, как и с вертикальными, на месте одного полного креста помещается два горизонтальных. Такой вид крестиков в вышивальных кругах называют узкокрестиками. Где они применяются? Если вы сталкивались с работами Джона Клейтона, автора схем для наборов Heritage Craft, то вас такими премудростями не удивить. Дело в том, что Джон Клейтон активно использует узкокрестики в своих схемах для скругления элементов и прорисовки мелких деталей. Это даже стало визитной карточкой кругов Клейтона. Покажу вам на примере одной из его работ. На мордах лошадей, на узде, на плуге, на руках, на лице узкокрестики сплошь и рядом. Используя их в работе, автор безусловно усложняет схему, но при этом сохраняет небольшой масштаб схемы, 140 на 140 клеток в данном случае. Обычными крестиками так не проработаешь. В таком случае детализировать можно с помощью бэка или таких вот необычных стежков. У меня тоже есть сюжет, где использованы такие стежки. Я вышивала его сама и могу сказать, что на равномерке выполнять вертикальные и горизонтальные крестики несложно. Но при этом схема становится сложно читаемой. Легко запутаться и навышивать ни того и ни туда. Поэтому будем с ними осторожничать, но обязательно попробуем. Кнопка, которая превращает петиты в полные кресты и обратно. Например, в некоторых участках схемы вы заменили полные кресты на петиты, потом передумали и решили, что здесь нужны такие полные кресты. Данная кнопка спасет вас. Кликайте правой кнопкой мыши и 4 петита превращаются в полный крест. Кликайте левой кнопкой мыши и полный крест снова становятся петитами. Но это не работает, если стежки изначально были петитами. Четверть креста. Снова мысленно разделим крест на 4 части. Берем одну из них, получаем четверть креста или половина полукреста. Я настоятельно советую не использовать такой стежок в работе. Покажу почему. Нарисую простой цветок полным крестом. Беру инструмент 1 четвертая креста, чтобы добавить его на лепестки. Выглядит неплохо. Давайте добавим четверть креста в сердцевинку для скругления. Кликаю в верхний правый угол полного креста и у меня появляется три четверти. Это странно. Для сравнения добавим петиты. Возьмем контрастный цвет, чтобы не спутать. Как вы видите, при применении петита и четверть крестика в пределах одной клетки, четверть креста меняет свой цвет, сам превращается в петит и даже дорисовывает лишние стежки. При этом в режиме отображения символов выглядит как петит. Ну и зачем вам эти танцы с четвертями? Одна четверть усложнит жизнь и вам, и вышивальщице. Лучше вместо него рисовать сразу петитами или узкокрестиками. Полукрестики. Полукрест можно рисовать в разных направлениях. Давайте условимся называть левую кнопку полукрестом с наклоном влево, а правую полукрестом с наклоном вправо. Если поверх полукреста с наклоном влево наложить полукрест с наклоном вправо, то получится полноценный крест. Простая арифметика. Кнопки для рисования французского узелка и бисера. Французский узелок можно поставить вдоль сторон квадрата сетки и по центру. Как мы знаем, французские узелки в реальности могут быть разного размера. Это зависит от количества нитей и обвитий вокруг иглы. Если ваша схема предполагает французские узелки большого размера, то настроить корректное отображение их на схеме можно, кликнув правой кнопкой мыши по французскому узелку на панели инструментов. С бисером абсолютно так же. Прямой стежок или лонг стич. Используется в схемах, где требуется проведение длинных прямых линий, которые нельзя заменить бэкстичем. Как ее применить? Кликаем вместо предполагаемого начала линии левой кнопкой мыши. И, удерживая кнопку, тянем линию к месту ее окончания. Для удаления линии просто щелкните по ней правой кнопкой мыши. Для прямого стежка имеется еще одна кнопка. Отличить их можно по наличию надписи 1 2. Эта кнопка отличается от предыдущей только тем, что позволяет вести линию не из угла клетки, а из середины сторон квадрата или из центра. Звучит непонятно, но на деле просто. Разберем подробнее на примере бэкстича, так как он работает аналогично и используется намного чаще. Панель для рисования бэкстича выглядит весьма скромно по сравнению с количеством кнопок разных крестиков. Кнопки для рисования счетного и несчетного бэкстича соответственно. Как вы знаете, счетным бэком называют линии, которые идут строго из одного угла клетки конвы в другой. Несчетным или дробным называют бэк, линии которого проходят не только через углы, но и через стороны и даже через центр клетки. Чтобы нарисовать линию бэкстича, кликните левой кнопкой мыши вместо начала линии. Удерживая кнопку, введите в конец линии и отпустите. Для удаления кликните правой кнопкой мыши по ненужной линии. Стоит отметить, что бэкстич удаляется только, когда на панели инструментов выбрана кнопка любого бэка. Например, вы закончили работу над бэком и приступили к крестикам. Уже нарисовали крестики поверх бэка и решили их удалить. Проводя правой кнопкой мыши по крестикам, вы не удалите бэкстич, только крестики. И, соответственно, при удалении бэкстича вы удалите только бэкстич, крестики при этом не удаляются. Максимально допустимой длиной одного стежка бэкстича считается диагональ прямоугольника из двух клеточек. Так сказать, идеальный вариант. Но допускается использование и линий, длина которых составляет диагональ прямоугольника из трех клеточек. Повторите за мной и нарисуйте линии бэкстича разной длины. Обязательно потренируйтесь рисовать линии дробного бэкстича, так как он требует особой сноровки. Тянуть линию на четыре и более клеточек нежелательно, так как вышивающице придется самостоятельно дробить ее во избежание провисания бэка на готовой работе. Предлагаю нам с вами придерживаться правила трех клеточек. Можно долго спорить о пользе и вреде дробного бэкстича. Точно одно. Дробный бэк делает схему сложно читаемой. Я сейчас говорю не про непосредственное вышивание дробного бэка на конве, а именно про ориентирование на схеме. Кроме этого, дробный бэкстич часто вызывает необходимость добавлять в схему узкокрестики или петиты, дабы избежать просветов между бэком и крестиками или, наоборот, заездов за границы. Кнопки счетного и несчетного бэкстича отличаются от первых двух тем, что рисуют линии бэка сразу по пути следования мыши. При рисовании бэкстича карандашом линия не будет нарисована, пока вы не отпустите зажатую левую кнопку мыши. Отпустили, линия нарисована. В случае рисования бэкстича данным инструментом, линия бэка сразу проявляется, куда бы вы не повели мышью. Вторая кнопка работает так же, только позволяет проводить линии аналогично дробному бэку. С помощью данной кнопки можно заменить цвет бэкстича. Для этого достаточно выбрать необходимый цвет в палитре и, зажав левую кнопку мыши, провести по линиям бэка, которые хотите перекрасить. Кнопки отмены и повтора действия. Две для отмены, две для повтора. Чем они отличаются? Первая кнопка отменяет последнее действие целиком. Действием считается, например, смена типа стежка, замена или выбор цвета. Таким образом, если вы выбрали цвет и рисуете им в разных участках схемы тут добавили крестиков, здесь добавили крестиков, нажав на отмену действия, вы удалите все стежки, которые вы нарисовали этим цветом. В то время как вторая кнопка удаляет каждый стежок последовательно. Имейте это в виду. Линия из стежков и кривая из стежков. Позволяют проводить линии из крестиков. Кликаете в начало линии, удерживая кнопку тянете до нужного момента и отпускаете. Также программа позволяет рисовать различные геометрические фигуры и контуры из крестиков. Круг, прямоугольник и супер эллипс, то есть прямоугольник со скругленными углами. Нарисуйте круг. На его примере мы рассмотрим, как работает инструмент сглаживания. Выберите инструмент сглаживания и проведите по краям круга. Видите, что происходит? Сглаживание дорисовывает три четверти креста там, где есть лесенка из крестиков, таким образом сглаживая контур. Удалить одиночные крестики позволяет специальная кнопка. Для того, чтобы проверить ее в действии, поставим несколько крестиков в разброс отдельно друг от друга. Теперь выберем инструмент удаления одиночных крестиков. Удерживая левую кнопку, проводим по тому месту, где хотим убрать отдельно стоящие крестики, и они пропадают. Также есть возможность удалять по два отдельно стоящих крестика. Эта функция будет полезна, например, для очистки прогонов, где требуется убирать из схемы разносортные разбросанные крестики. Рассмотрим оставшиеся кнопки и переходим к палитре. Заливка. Заливка поможет заполнить рабочую область равномерным слоем крестиков или полукрестиков. Есть несколько режимов заливки, которые вы можете настроить, выбрав стиль заливки, ее тип, направление. Также можно залить фон мотивами или градиентом. Давайте зальем нашу рабочую область мотивами. Ставим галочку напротив слова «Мотив». Снизу и справа появились варианты мотивов, которыми можно воспользоваться. Попробуем залить фон элементами Blackwork. Переходим на соответствующую вкладку. Выбираем элемент. Мне нравятся елочки. Кликаем по нему. Вам может показаться, что ничего не происходит и элемент не выбран. Но это особенность программы. Она не всегда выделяет выбранный элемент. Просто помните, если вы кликнули по элементу, значит он выбран. Теперь, когда вы нажмете левой кнопкой мыши по рабочей области, весь фон будет заполнен выбранным мотивом. Чтобы все стереть, воспользуемся уже знакомой нам кнопкой «Выделение». Выделить все. На клавиатуре нажимаем кнопку «Delete», затем «Отменить выделение». Инструмент «Текст». Есть два варианта. Один вставляет текст из встроенных шрифтов программы, другой из шрифтов TrueType. Давайте попробуем оба, чтобы понять, чем они отличаются. Выберем левую кнопку. Кликните на место, куда хотите вставить текст. Появилось окно с настройками. Допустим, я хочу написать слово «Привет». Так как я использую русскую раскладку, то выберу вариант «РУС-3». Использовать текущий цвет. И нажимаю «Ок». Теперь выберем правую кнопку с текстом. Снова кликаем на место, где планируем расположить текст. Появилось окно с настройками. Введите в поле нужный текст. Я пишу «Привет». Нажав на шрифт, можно выбрать любой из представленных шрифтов. Я остановлюсь на Bookman Old Style, полужирный, размер 12. Я хочу, чтобы при создании текста участвовали три четверти креста и дробный бэк. Так слово получится более четким и легко читаемым. И можно выбрать вариант написания. Либо слово будет написано только крестиками, либо только бэкстичем, либо и тем и тем. Я хочу написать только бэкстичем. Теперь пару слов про объект. Давайте снова вызовем всплывающее окно. Выберем те же самые настройки. Только нажмем на объект. Как мы видим, слово написано крестиками. Но почему это объект? Перейдем на панель инструментов и выберем руку, которая двигает объекты. Инструмент называется «Выбрать объект». Теперь, если вы будете удерживать левой кнопкой мыши последний текст, то сможете переместить его в любое место схемы. Этим отличается объект от всех остальных вариантов. Тем, что объект можно перемещать. Текст, написанный бэком, мы взять и перенести не сможем. Все. На этом мы заканчиваем знакомство с верхней панелью инструментов и переходим к вертикальной панели слева, где расположена палитра. Первое, что мы видим – окно предпросмотра. Это такое миниатюрное отображение нашей схемы. Ниже окно, показывающее координаты мышки. То есть, на каком расстоянии по оси Х и У находится мышка. Расчет идет в крестиках. Например, сейчас я нахожусь на 60 крестиков по горизонтали и 50 крестиков по вертикали. Эта функция помогает ориентироваться на схеме. Ну, это когда вы не можете найти курсор мыши, например, он слился с белыми крестиками или фоном. Опускаемся ниже. Предпросмотр выбранного цвета, номер цвета и символ, закрепленный за данным цветом. 4 режима отображения цветов в палитре. В процессе работы часто приходится переключаться между ними, особенно когда в палитре много оттенков одного цвета. И ориентироваться между этими оттенками удобнее не только по цвету, но и по символам. И, наконец, самое основное, самое главное наше оружие – это палитра. По умолчанию в программе установлена палитра цветов DMC. Кликая на каждый цвет, можно переключаться между оттенками. Обратите внимание, что когда вы проводите мышкой над палитрой, внизу отображается номер и название оттенка. Это позволяет быстро сориентироваться в палитре и кликнуть сразу на нужный цвет. Чтобы открыть палитру полностью, нажмите двойным щелчком по любому из оттенков. Можно и по пустой ячейке, палитра тоже откроется. Можно открыть палитру и через меню. Палитра – Изменить текущий цвет. Про работу с палитрой будет отдельный урок, поэтому я не буду сейчас долго на ней останавливаться. Итак, мы с вами изучили все инструменты и возможности программы. Настало время перейти к практической части. Практическая часть ждет вас во втором уроке. Он посвящен работе с бэкстичем. Спасибо за внимание! Помните, что лучше всего запоминается то, до чего вы дошли самостоятельно. Поэтому не бойтесь жать на кнопки и искать свои закономерности в работе программы. До встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok